Открывая комитетское заседание депутат парламента, председатель профильного комитета Алхаз Барциц отметил, что соглашение, ранее подписанное в Москве правительствами Абхазии и России, длительное время обсуждалось в Народном собрании республики. Парламентом был сформирован ряд предложений и изменений к проекту соглашения. Парламентом были сформированы ряд предложений и изменений к проекту соглашения. Впоследствии мы знаем, что был определенный ответ от российской стороны. После этого мы знаем, что правительство предоставило развернутый комментарий каждой поправки, которую предлагался парламентом. Я думаю, что мы сегодня на данном заседании все это должны обсудить, озвучить, какие процессы происходили. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что установленный минимальный порог в 2 миллиарда рублей для российских инвесторов – это основной защитный механизм, заложенный в соглашение. По ее словам, предложенные депутатами поправки предусматривали разделение сфер деятельности и снижение объема требуемых вложений до минимальной суммы в 500 миллионов для сельского хозяйства и 1 миллиарда для проектов в иных сферах. Также предусматривалась депутатами возможность определения зон инвестирования в соответствии с распределением по административно-территориальным единицам. И там предусматривалось 6 зон, в рамках которых можно было дифференцировать проекты соответственно в привязке к порогу инвестиций. Обратили внимание на то, что для нас принципиальным и ключевым вообще в процессе подготовки соглашения это было определение минимального порога не менее 2 миллиарда рублей. И я вас информировал о том, что у нас вообще была изначальная позиция даже повысить этот порог. Для чего мы это делали? Для того, чтобы создать определенный фильтр, который ограничил бы такое количество проектов. И в таком виде бы они не создавали особые конкурентные условия для местного бизнеса. Соответственно, именно исходя из этой логики, мы не поддержали данную поправку и прислали вам позицию по данному вопросу. Также Кристина Усган отметила, что существующий инвестиционный режим, прописанный в законе об инвестиционной деятельности от 2014 года, уже определяет возможность зонирования. А потому предлагаемая поправка не была внесена в проект соглашения. Законодательством установлен инвестиционный режим, не в привязке к данному соглашению, он определяет возможность зонирования и минимальных порогов инвестиций для местного бизнеса, который в 5,8 раз ниже, чем тот порог, который здесь установлен. Таким образом, да, это, на наш взгляд, и есть основной защитный механизм. Потому что для этого, такого рода проекта, порог, я еще раз говорю, в 5,8 раз превышает тот порог, который установлен в соответствии с законом об инвестиционной деятельности. Это один из механизмов защиты местного бизнеса. Далее Кристина Усган отдельно прокомментировала все предлагаемые ранее парламентариями поправки. Спикер парламента Лаша Ашуба подчеркнул, что большая часть поправок, предлагаемых депутатами, не нашли своего отражения в подписанном соглашении. Что касается ряда вещей, связанных с приоритетным правом подключения к электрическим сетям, в названных вами законах, прямо это не написано. Это написано опосредованно. Что касается того, что я вначале обсуждал, логика того, что говорили в парламенте, была связана с тем, что в сфере, которая развита, сделать выше порог или вообще ее не включать в это соглашение. К сожалению, мы не смогли этого добиться. Я имею в виду сферу туризма. Хотя вы сами не раз говорили о том, что неплохо бы сделать порог до 5 миллиардов рублей. К великому сожалению, этого не произошло. Что касается того, что наш соответствующий закон был принят с тем, что вы должны уведомлять парламент о намерении подписать соглашение. Да, вы могли как бы и не соблюдать этого, но мы это соглашение обсуждали задолго до сентября 2023 года. И мы говорили о том, что к вам обращались, о том, чтобы вы постарались внести туда соответствующие изменения. К сожалению, этот процесс занял два года, и мы не получили того результата, на который рассчитывал парламент. Прокомментировала глава Минека и вопрос дочерних структур кредитных организаций. И здесь заложена норма, при которой юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект, имеет право обслуживаться в данном филиале до ввода объекта в эксплуатацию. После ввода объекта в эксплуатацию это юридическое лицо должно иметь счет в любом коммерческом банке республики Абхазия для последующей своей деятельности. Ряд депутатов акцентировали внимание на поправке, касающейся многофункциональных комплексов, отметив, что необходимо точное, закрепленное законодательством определение данного понятия. В свою очередь Кристина Асган проинформировала депутатов о ходе совместной работы над проектом соглашения с российской стороной. Тогова редакция проекта соглашения была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации еще в 2023 году, соответственно, еще до принятия соответствующего закона о Народном собрании парламентом Республики Абхазия об обязательном информировании парламента о принятии или рассмотрении проектов международных договоров. Соответственно, следуя логике данного закона, правительство направило в адрес парламента в порядке информирования проект соглашения, итоговая редакция которого фактически была утверждена соответствующими распоряжениями правительства Республики Абхазия и правительства Российской Федерации. Как вы знаете, и в одном, и в другом тексте распоряжения дается право, соответственно, Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству экономики Республики Абхазия вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Следуя логике данного, так и такого положения, предусмотренного в двух распоряжениях правительств двух стран, значит, два предложения депутатов были согласованы. Сразу скажу почему. Что касается вопроса возмещения НДС, как вы знаете, в проекте соглашения не был указан размер льготы, то есть у нас было предусмотрено только право на возмещение НДС, а, соответственно, размер этой льготы, то есть это 100% или 50%, там, соответственно, не был предусмотрен. С учетом того, что мы с вами предварительно этот вопрос обсуждали, данная поправка, которая была принята российской стороной, она, в частности, носит уточняющий характер и не имеет принципиального характера, поэтому она и была поддержана российской стороной, соответственно, в этом смысле мы достигли согласия. Аналогичная ситуация с формулировкой «иные объекты размещения». Иные объекты размещения понятие слишком широкое, не носит конкретный информативный характер, поэтому, с учетом того, что данная формулировка не конкретная, она при ее исключении речь не шла о внесении изменений принципиального характера в этот проект соглашения, поэтому, соответственно, российской стороной данная поправка также была поддержана. Что касается понятия «многофункциональный комплекс» в сфере туризма, прошу на это обратить внимание, у нас в соглашении заложено это понятие «многофункционального комплекса» исключительно касаемо объектов туриндустрии, то есть в сфере туризма. Поэтому, учитывая, что речь идет о конкретном виде, а это уже является исключением принципиального характера, поэтому российская сторона без внесения изменений в распоряжение правительства Российской Федерации данную поправку не могла принять, соответственно, и мы не смогли достичь в этом смысле согласия. Обсуждение ратификации соглашения вызвало активную дискуссию в стенах парламента. Депутаты, в частности, высказывали опасения не только относительно определения «многофункциональных комплексов», но и рисков для местного бизнеса. Кристина Озган проинформировала парламентариев о готовящемся законопроекте, направленном на обеспечение мер поддержки малого и среднего бизнеса. Депутат парламента Беслан Халваш отметил, что депутатским корпусом будут инициированы проекты законов или же поправки к существующим законам, которые обеспечат местным предпринимателям инвестиционные преференции. Выровнять условия осуществления инвестиционной деятельности, в том числе и нашими гражданами. Мы за этим будем очень сильно наблюдать, осуществлять надзор за этой деятельностью. И в данном случае в нашем бюджетном комитете рассматриваются проекты внесения изменений в законы об инвестиционной деятельности, которые позволят нашим предпринимателям, для наших предпринимателей, существенно облегчить налоговое бремя для ведения бизнеса или для осуществления инвестиционной деятельности. В данном случае, что касается непосредственно создания отдельных условий для местного бизнеса, фактически мы уже на следующей неделе завершаем уже третий этап согласования законопроекта о поддержке малого и среднего бизнеса, который мы планируем уже до конца этого месяца внести на рассмотрение в кабинет министра и соответственно в администрацию президента для последующего представления в парламент, где как раз фактически предусматривается определенный набор инструментов, предусматривающих поддержку малому и среднему бизнесу. Депутаты парламента также акцентировали внимание, что в Народном собрании ведется работа по регулированию вопроса, связанного с многофункциональными комплексами. Меня очень сильно беспокоит, люди 30 лет последние в тяжелейших условиях осуществляют деятельность свою хозяйственную здесь, в нашей стране, я бы не поддержал бы никакие решения, которые будут им мешать, и вот какой-то неравная конкурентная среда, какие-то монополии, которые разорят наш местный бизнес. Именно по многофункциональным комплексам сегодня в стенах парламента ведется соответствующая работа. Я думаю, что по этому вопросу будет принято решение соответствующее, исходя из этого уже на сессии будет приниматься правильное и нормальное решение для того, чтобы сделать нужное и полезное для нашего общества, для нашей страны, для нашего государства. Депутат парламента Леонид Лакирбая, являющийся членом профильного комитета, отметил, что будет голосовать за ратификацию соглашения с учетом определения понятия многофункциональных комплексов. Я сегодня, глядя на тот вариант соглашения, который был подписан, могу согласиться на все, кроме понятия комплексов. Почему? Потому что действительно у нас получается так, что мы не так давно рассматривали закон об апартаментах, фактически парламент его отклонил. По тем процедурам, которые у нас есть, мы где-то год не можем возвращаться к этой процедуре по новой. Но в данном соглашении, если не конкретизировать, что апартаменты не являются разновидностью этих комплексов, получается, мы еще в большей степени облегчаем режим и создаем режим наибольшего благоприятствования тем, кто будет апартаментами на всей территории с сложением таких сумм. Поэтому, конечно, вот здесь нам надо продумать. Я говорю свою позицию. Я буду голосовать за этот документ, но при условии урегулирования вот этой позиции. Да, потому что апартаменты не могут быть включены в понятие многофункциональных комплексов с учетом вот этого соглашения. И вот если мы хотим избежать при всех плюсах вот этих дел, значит, антимонопольное законодательство, нам надо форсированным, самым что ни на есть образом делать. Дорабатывать. Дорабатывать и вводить, потому что, ну, потому что действительно, тут есть риски серьезные. И как стыковать интересы отдельного каждого жителя и того, кто формирует наш бюджет в конечном итоге. Это очень важно. В завершении заседания профильный комитет единогласно рекомендовал к рассмотрению вопроса ратификации межправительственного соглашения на следующей сессии парламента с учетом определения точных формулировок.